Наша инициатива «Новая Азия» стала символом нашей воли продвигать отношения со странами Азии. Это дом наших предков. Мы надеемся, что сможем совместно реализовывать общие приоритеты. Мы обладаем исторической возможностью построить мир, спокойствие, сотрудничество в регионе Южного Кавказа. Мы должны воспользоваться этой возможностью в полной мере. Для этого мы инициировали процессы с Арменией, направленные на добрососедские отношения и на полную нормализацию отношений. И в таком же духе мы поддержали переговоры между Азербайджаном и Арменией с самого начала. При этом Армения недостаточно пользуется этой исторической возможностью. Мы надеемся на то, что будет подписано всеобъемлющее мирное соглашение между двумя странами как можно быстрее. И что все обещания будут выполнены и будут открыты коридоры связи. Карабаха, территория Азербайджана, любой навязанный статус никогда не будет приемлемым. Каждый обладает правом на существование на азербайджанской земле, включая армян. Это основная цель. Мы продвигаемся вперед совместно с Азербайджаном под девизом, что мы две страны, две нации, но единое целое. Усилия направлены на укрепление сотрудничества со странами Центральной Азии, где находятся истоки нашей древней цивилизации и где у нас общая культура. Эти процессы взаимодействия развиваются. При этом турецкое государство становится важным региональным и глобальным игроком. Африканский народ переживает трудные времена, и они нуждаются в гуманитарной помощи и содействии, вне зависимости от политических соображений. Преобразование временного правительства в инклюзивную администрацию, в которой представлены все слои общества, поможет проложить путь для Афганистана к дальнейшему развитию и поможет этой стране позитивно восприниматься на международной арене.